Друзья, всем доброе утро понедельника, 10 августа, 8.33 утра. Ну а меня зовут Дмитрий Павлов, и сегодня я вам расскажу, как IT помогает бизнесу запускать новые страны. Ну, пожалуй, начнем. Сегодня будет такое немножко погружение в историю, потому что давненько я не выступал на еженедельных встречах и по всем, по-моему, очень соскучился, а вы, надеюсь, по мне. Поехали. На последнем Q&A Федор рассказал про пять свершений, которые ожидают нас в ближайшее время. Я прошу вас обратить внимание на свершение номер два, рост в Европе и Африке, и свершение номер четыре, Великобритания. Это означает, что мы будем масштабировать наш бренд и наш бизнес в Центральной Восточной Европе, в Африке и в Великобритании. И это очень важно для управляющей компании, поскольку мы открываем страны, мы заходим на те рынки, где конкурентов мало или они слабы, или их еще нет, быстро-быстро занимаем поляну, и, значит, потом уже нас очень тяжело с лидерских позиций сбить. Ну, и вы понимаете, что для того, чтобы выдержать этот рост, нужно сделать определенные изменения в IT. Кто знает, что это число? Начинается наша рубрика «Утренние вопросы без ответа». Ну, я уверен, что кто-то уже написал правильный ответ. 21 – это текущее число наших пиццерий в Центральной Восточной Европе, Африке и Великобритании. 17, собственно, пиццерий в Центральной Восточной Европе и Африке и 4 пиццерии Великобритании. И за год мы хотим, чтобы их стало 50. Примерно 50, 50, может больше, может меньше, но в эту цифру мы целимся, и это означает, что мы должны как минимум удвоиться. То есть сама по себе задача удвоения бизнеса, она достаточно нетривиальная. И мои коллеги Леша Филипенков, Ренат, Катя Садчикова уже рассказывали, как мы меняем нашу команду, какие компетенции мы забираем и что мы делаем для того, чтобы бизнес масштабировался. Сегодня я вам расскажу, что же IT делает для того, чтобы масштабироваться. Но для начала поговорим о том, о чем же проблема, собственно. Ну, хорошо, скажете вы, открывайте пиццерии, открывайте новые страны, запускайте новых партнеров, мы скажем, отлично. И тут-то можно было уже бы расходиться и заканчивать еженедельную встречу, но нет. Проблем на самом деле несколько. И для того, чтобы все посмотреть, с исторической перспективы перенесемся в 2009 год. 2019 год, простите, когда у нас еще не было выделенной команды запуска, не было фокуса на запуске стран. Ну, как? Он, вернее, был, но одна-две страны в год. Не то, чтобы можно было назвать фокусом. Не происходила передача экспертизы. Команда, которая запускала страну, была каждый раз разная. Она вытаскивала счастливый билет, и мы такие всем миром. Кто-то делал кассы, кто-то разворачивал бэк-офис, кто-то разворачивал сайт. Мы вынуждены были синхронизироваться. И понятно, что в таком режиме работы не происходит какое-то долгосрочного накопления экспертизы, шаринга знаний и улучшения процесса. Хотя он, конечно, происходил, но был явно недостаточный. Ну и последний пункт. Более ДОДИС. Да, для того, чтобы запустить ДОДИС в новой стране, это не просто скопировать и вставить пару сайтов. Про это поговорим чуть-чуть подробнее. Ну, во-первых, это много-много-много-много-много, еще много раз я скажу слово много, ручного копипаста. Когда ты копируешь и вставляешь одни и те же вещи, одни и те же настройки в разных сервисах. Это переводы. До тех пор, забегая вперед, скажу, как мы не интегрировали сервис переводов, переводы были болью. Это и адаптация кассы и налогов под особенности локальной законодательства страны. Ну и про запуск мобильного приложения. Вот оно, видите, грустит в уголочке. Тоже говорить не приходится, потому что мы не запускали страны сразу с приложением, копили наш техдолг и говорили партнерам, что вы знаете, ну, когда-то, потом, через два месяца, может быть, через полгода, может быть, даже через год. И наша любимая рубрика «Другие маленькие задачи», которая прилично отъедала времени, всегда что-то можно не учесть, вылезают какие-то локальные особенности страны, и эти маленькие задачки, они выедают прилично времени. Вот, в таком режиме мы работали где-то, наверное, до мая 2019 года. Ну и потом мы поняли, что хватит это терпеть, давайте с этим что-нибудь сделаем, давайте подумаем, как нам ускорится. Ну и многие уже часть вещей знают, но тем не менее я повторю. В 2019 году команда My Little Coders любезно согласилась быть первой выделенной командой запуска стран. Выделено – это означает, что 100% времени, то есть все свое время, весь бэклог у них посвящен запуску стран. И мы тем самым начали накопление экспертизы и становление такого IT в блоке, который мы называем в узких кругах наш европейский отдел. Ну и давайте посмотрим, а что же мы сделали, с чего мы начали, к чему мы пришли и каких результатов добились. Ну, во-первых, мастер начальной настройки стран. Ведь не секрет, что многие настройки в странах, например, формата адреса, формат телефона, типы адресов, типы населенных пунктов, их надо просто один раз настроить, и вряд ли они поменяются в стране. Поэтому мы сделали такой инструмент, называется Country Wizard или Country Setup Wizard, кому как угодно, который направляет нас через все важные параметры для того, чтобы запустить бэк-офис вот прям с нуля в новой стране с первым пользователем и абсолютно пустой, то есть готовый к заполнению данных. Изначально у нас была идея сделать его таким отличным, красивым, как мастер начальной настройки в айфоне, но потом мы через несколько итераций проб и ошибок поняли, что большую часть этого времени этим инструментом будут пользоваться разработчики. Поэтому не смотрите, что здесь такой дизайн 3.0, дизайнеры, команда цифрового дизайна, не плачьте. Этот инструмент прекрасно справляется со своей работой и помогает разработчикам буквально за неделю развернуть пустой бэк-офис с первыми пользователями, который готов к наполнению данными. Раньше это занимало 2 месяца ручного копипаста, хождение, мух, принятие, отрицание, разворачивание и так далее. Очень хороший результат. Мы даже не ожидали, что так получится и позволил нам значительно ускорить открытие стран. Следующее, на что мы обратили внимание, это переводы. Вы понимаете, что мы международная компания, и партнеры в Европе часто не говорят по-русски, а уж тем более сотрудники партнеров, кассируют пиццемейкеры, тем более. Поэтому очень важно адаптировать до диз. Как адаптировать? Переводить. И раньше с переводами была боль. Нужно было выгрузить переводы в Excel, эту Excel отдать партнерам. Партнеры смотрят, переводят без контекста. И бывали смешные случаи, когда даже оплату по карте переводили как Payment by Map, что, конечно же, прекрасно, но, и надеюсь, вы там посмеялись, но это не решает проблемы. Поэтому мы стали искать сервис и нашли такой сервис CrowdIn, который позволяет держать все переводы в одном месте, оповещать партнеров, когда появляются какие-то новые строки, нужные для перевода, и нам смотреть, в каких языках какие строки переведены, какие не переведены. И Excel уже канул в прошлое. Практически уже во всех проектах, во всех сервисах мы подключили этот CrowdIn. И более того, благодаря функции InContext можно редактировать прям часть строк прямо с интерфейса. И это прекрасно. Мы избавились от Excel. Мы такую вторую большую цель победили с переводами. И процесс переводов, мало того, что он стал гораздо проще, так он теперь может запускаться параллельно, пока мы разворачиваем бэк-офис, или до того еще, когда мы стали что-то разворачивать, партнер уже может делать переводы. Ну и ускорение в запуске мобильного приложения. Может быть, вы слышали, но я все равно напомню, что теперь, начиная с этого года, все новые страны мы запускаем уже сразу с мобильным приложением, чтобы не плодить себе технического долга и не растить список стран, где приложение еще не запущено. Поэтому здесь тоже важное ускорение нужно было сделать. Здесь я хочу сказать огромное спасибо не только команде легионеров, но и всем-всем-всем причастным, которые так или иначе, наверное, все команды трогали мобильное приложение. Это позволило нам, например, развернуть приложение в Нигерии. Ну, первую рабочую версию уже с какими-то реальными данными Нигерии получить через 5 рабочих дней – это отличный результат. Особенно если посмотрите, как долго и сложно мы запускали первые страны. Ну, что, в принципе, неудивительно. Мы копили экспертизу, собирали какие-то, набивали какие-то шишки, но, тем не менее, результаты поражают. Еще раз говорю всем спасибо ребятам, всем причастным. Очень крутой результат. Ну, и не обойтись без офлайн-инструментов, поскольку запуск страны требует много project management и много такой работы по синхронизации, выяснению каких-то данных, прояснению каких-то результатов, поэтому чек-листы, от них никуда не деться. Чек-листы нас очень сильно спасают, и мы очень сильно их доработали. Теперь у нас есть такой шаблон чек-листа для новой страны. Там есть все-все-все вопросы, порядка 22 пунктов там, начиная от языка, на котором мы будем разворачивать сайты, приложения, заканчивая особенностями налогообложения, требованиями кассам, фотографиями кассовых чеков. Все это мы просим партнера узнать, сделать заранее, чтобы мы сразу же понимали, какие подводные камни нас ждут, к чему готовятся, сколько времени закладывать и так далее. И этот у нас чек-лист в двух языках есть, на русском и на английском. И мы его постоянно совершенствуем, когда мы потихонечку расширяем пакет открытий стран, мы, соответственно, сюда добавляем какие-то новые пункты. Вот этот чек-лист нас очень сильно спасает, помимо наших digital инструментов. Ну и что дальше, спросите вы, да, вот вы тут что-то ускорили, сделали. Ну а для того, чтобы посмотреть, что дальше, заглянуть уже в 2020 год, наши планы можно изобразить вот этими тремя флагами. Это планы на 2020 год, наверняка вы про них слышали. Сентябрь – Германия, октябрь – Польша и конец года – это Вьетнам. Ну и планы наши на следующий год. Если вы спросите, я вам отвечу, что в следующем году мы хотим запустить пять стран. Пять я пишу осторожно, потому что в конце, видите, после флага Вендерин нарисован такой подарочек. Это не случайно, оставлю это интригой, потому что мы готовы еще и к большему. И постоянно ждем каких-то новостей, готовые, значит, под бизнес меняться. Ну и пять стран в год мы еще никогда не запускали. Это такой вызов. Но это само по себе сложно, да, когда мы запускали раньше одну, максимум две страны в год. Тут нам нужно, опять же, как и наш бизнес, более чем в два раза ускориться. И, наконец, посмотреть в бою, как все наши вот эти ускорения, оптимизации, про которые я рассказывал, помогли нам ускориться. Расширить стартовый пакет. Да, я уже говорил, что мы сейчас запускаем новые страны сразу же с мобильным приложением, но мы еще дорабатываем лендинги, сайты работы в Dodo, и много чего еще раньше мы не запускали. Сейчас мы сразу же запускаем со старта. Но после открытия жизнь не заканчивается. Она только-только начинается. У партнера приходят к нему первые клиенты, появляются первые чеки в системе. И здесь нужно его поддерживать, помогать и адаптировать систему, чтобы он больше и больше проникал рынок и занимал рынок. Ну и мы нанимаем, да, несмотря на то, что у нас сейчас есть две команды, вот эти, хочу, чтобы вы обратили внимание, это не вся команда ЕМИ, это только ее IT-часть, команда My Little Coders, да, с мая 2019-го. И с января у нас образовалась команда Легионеры, которая помогает нам запускать мобильное приложение. И мы хотим еще нанимать, нанимать, нанимать и делать третью команду. Так что вдруг, если кто смотрит и захотел запускать страны, то бегите сразу же, пишите мне, не стесняйтесь. Можете пообщаться с ребятами, они вам расскажут, каково это на самом деле. Ну и вызов принят, пять стран в год, очень амбициозная цель, мы к ней готовы. Ну и перед тем, как передать микрофон Валентину, хочу сказать большое спасибо Тане Турманидзе за просто чумовые картинки, иллюстрации. И хочу всем послать виртуальные обнимашки, как я ожидал, и сказать, что Brinkit наконец открылся. Я с утра уже взял чашечку ароматного латте, накастомизировал всяких посыпок и сиропов. Ребята, это очень вкусно. И вам большое спасибо за внимание. Передаю микрофон Валентину. Продолжение следует...